Добрый день! Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юлия Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Центральной Флориде, а точнее город Орландо и пригороды. Но опять-таки, сегодня у нас день-два, тур по недвижимости в Дубае. И мы встречаемся с красавицей, умницей. Женя, вы уже знаете, мы уже познакомились. Да, сейчас я вам представлю Ивету, которая работает на застройщиках. Очень хорошего, знаменитого, надежного и известного застройщика. Ивета, расскажите, пожалуйста, нам о вашем застройщике вкратце. Во-первых, спасибо, что вы пришли к нам в гости. Я хотела вам рассказать про Эриктона. Эриктона, основатель Эриктона, это всемирно известный архитектор, его имя Роберт Бокс. И он был тот, который носил мастер-план в Дубай Марине и в Даунтауне. Ничего себе. И он работает у вас архитектором. Он основатель этой компании. И основатель компании, вот видите. И я вижу, и он был Бешкалифа в Британии, эти фонтаны. Да, да, да. Он их рисовал. Он на них даже настаивал, чтобы они были. Вот, и я горжусь быть частью этой компании. А я горжусь рядом с ним. Спасибо. И смотреть, насколько они pay attention, как они обращают внимание на качество и дизайн. Вот, и вот такой клубный хаус, стиль проектов. Да. Я очень рада быть тут. Хорошо, и сейчас мы пройдем, и Ивета покажет нам одну из моделей, которые представляют, одна из множества моделей. Сегодня мы только одну сможем снять. Модель апартамента. И давайте пройдемте вместе. С удовольствием. Друзья, ну, мы уже представились в офисе Эллингтон. Снова Ивета с нами. Она нам сделает тур по объекту. А сейчас Ивета нам в общем расскажет о том, где находятся проекты у этого замечательного застройщика, который называется Эллингтон. Добрый день, добро пожаловаться в Эллингтон. Хотела вам рассказать, где у Эллингтона есть проекты. И у нас есть проекты рядом с очень длинной локацией, как Downtown, где Больша Калифа, и Дубай Марина. Например, приду к примеру, это Шопа Картмент, где уже есть, строятся 4 проекта, один уже мы расстроили. И будут в будущем еще проекты в этом районе. То есть здесь уже в этом районе продаж нет? Есть пару юнитов, которые еще заличили. Но он уже завершенный проект? Нет, они завершаются где-то в районе 24-го. Но у вас уже есть готовое здание к решению? У нас есть, да. Где привилегия этого района? Тут, конечно, будет Кристалл Кулу-Вагуна. Нет, но она будет. Она будет в 20-м году. Потом всего района найдет. Будет пляж. Тут будет метро. И тут будет мол, где сгоднолыжный. Тут называется район Дистрит-1. Там есть... Это там, где живет королевская семья, да? Есть, да. Вот. И тут уже есть две интернациональные школы, очень элитные. Так что этот район в будущем он будет очень... Высокого элитного уровня. Ну и, соответственно, стоимость недвижимости будет увеличиваться. Потому что сейчас строится вот дизайн-дистрик, да, подобно Майами. Район такой же, где будут находиться головные офисы всех крутых компаний, типа Louis Vuitton, Chanel и так далее. То есть вот этот район, соответственно, будет очень хорошо развиваться, потому что рабочие места будут создаваться здесь. И, соответственно, людям где-то нужно будет жить. Соответственно, здесь будет строиться. И плюс здесь есть ипподром с одной стороны, национальный парк, где живут натуральные фламинго, с другой стороны. То есть территория будет активно развиваться. И плюс мы находимся всего в 10 минутах езды от самого высокого здания в мире. Уш-Калифа 10 минут и вы здесь. И в каких еще районах, помимо центрального района, где еще ваш застройщик начинает, может быть, строительство и ремонт? Мы уже доставили проекты BC1, который это был как наш мастер-пись в Довтауне. У нас еще есть проекты в JVC, это Jumeirah Village Circle. И это 10 минут езды до Дубай-Марины. И, конечно, в элитном районе Дубай-Хиллз, это где около Голф-Поля. Где Голф-Поля и, конечно, на Пау-Маринах. Ну, это все замечательно. Это как бы, а более среднего, может быть, класса, какие-то районы, что-то строить? Это будет Jumeirah Village Circle. Как раз, что? Jumeirah Village Circle. More affordable, как мы говорили. Да, more affordable. Да. Как бы, простой народ может истать. И, кстати, шоу-Бхаттланд, она тоже не будет высокого токена, как называется. Какие цены у нас сейчас, например, в JVC? В JVC, например, в студии начинается где-то около 640 тысяч декабря. Это получается 175 тысяч долларов в студии. Например, в Шоу-Бхаттланд они будут начинаться где-то 850 тысяч декабря. Это получается где-то 270 тысяч долларов. 250-270 тысяч. Да. Да, и я напомню, Женя в прошлое наше интервью говорила, что, чтобы получить вид на жительство в Дубае, 175 тысяч будет недостаточно, к сожалению, 205 тысяч и выше. Нужно делать инвестиции. Кстати, сейчас, с 1 октября, вводятся новые правила, и уже можно будет получить резиденцию на недостроенные объекты. То есть, если, например, взять Шоу-Бхаттланд, то как раз попадает по цене. Отлично. Это будет минимум 2 миллиона. 2 миллиона тель-хам. Уже эта виза может быть называться Golden Visit на 10 лет. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим один из объектов, который строит этот застройщик. Этот объект не на продажу, это как модель. Но эту модель можно заказать в любом из других зданий, других проектов, которые они строят. Пройдемте? Ивета, ну расскажи, пожалуйста, о этой модели апартамента, размер, если возможно, сколько спален и сколько санузлов. Этот проект называется Golden Park, еще адекватные, и в этот апартамент две спальни, открытая кухня и ливень, большая комната. И у вас два санузла в санузла. Прачечная, прачечная всегда будет отдельно. Давайте посмотрим. Давайте. Проходите. Давайте уже начнем. Это очень интересно. Может быть, вы, не, давайте вы, потому что вы лучше знаете, что где, в каком шкафчике находится. Наши прачечные всегда, они отдельно от кухни. И машинка не будет входить в цену, но мы просто показываем, но это все будет входить в цену апартамента. То есть машинка уже докупается владельцем, а все встроенные шкафчики, гардеробные у вас, оно все идет уже с продажей. Вот чего нет, кстати, в Америке. Застройщики в Америке никогда не делают начинку гардеробную. Тут, кстати, у нас для обуви. И я не буду говорить для курток, потому что в Дубае куртки не понадобятся, но я думаю для сумочек может быть. Электрон санузел. Да, мы откроем. Ох, они уже поставили сумочку. Ну, тут наш гостевой, гостевой ингредиент. Всегда, кстати, идет полный умывальник, да? Если в некоторых проектах совсем умывальник, я забыла. Мне интересно, что это уже всем звучит. Разрывается. Да. Стандартная начинка такая. Ну, здесь видишь, затемненные зеркала. Да. Это у вас по всех объектах? Нет, это ваш дизайн, да? Да. Каждый проект, он чуть-чуть по дизайну отличается. Отличается. Окей, давайте пойдем в основное помещение, это где семья в основном проводит все свое время. Кроме того времени, когда мы спим в Карина. И посмотрите, как все открыто и планировка, все очень уютно. И мы говорили приблизительные размеры таких Кондо приблизительно около 100 метров. Но там плюс и минус в зависимости от проекта, в зависимости у вас плавающие размеры, да? Я поняла, хорошо. Чем я горжусь Эленда представлять Эленда? Потому что они очень умно представляют, планируют пространство. И такое attention to details, не знаю как. Ничего, но это отдельное внимание к деталям. К деталям, да. Например, чтобы помыть раковину, где положить бубки, например, да? Чтобы они никогда не были на виду и специально... И это уже, это не только для модельного... Это будут все наши проекты, да. Для модельного пересдела уже сдаёте проекты со всеми вот этими мелочами, деталями. Да. Вся кухонная аппаратура, она всегда будет с Европы. Европейский бренд. Вот, это у вас будет ваш... Остановочная машина, да. Ага. А, кстати, еще тут, они в Элендере во всех наших кухнях, где эскалейтер, да? Они всегда используют эту пространство, чтобы для... Это вытяжка, да. У нас всегда над плитой висит или микроволновка с вытяжкой, тоже использование, можно сказать, пространство. Или же, кстати, а здесь микроволновки нет. Вот оно, вот оно. А, отлично, хорошо. Да, а здесь вот они придумали... Вы придумали такое решение, сделать полочки, где вы можете спасать специи. Да, специи. В этом проекте у нас есть такая маленькая резюминка. Я думаю, это такое очень классное. Это называется Канжей. Американцы это очень знакомо. Очень важно, да. Незнакомо. Два ли это не очень знакомо, даже в Европе не очень, да. Вот. Достаточно большого размера для небольшого кода, да? Здесь вы можете хранить крупы. Встроенные холодильники, что не во всех проектах. Обычно люди докупают бытовую технику. Застройки дают без бытовой техники, она докупается. Здесь она полностью уже идет, еще и встроенная. Встроенная. Да, очень удобно. В холодильнике. И опять-таки микроволновка и духовой шкаф также встроенные. А здесь интересно у нас что? Это уже полочки, да? Это просто полочки. Ага. Для хранения. Для хранения. Интересно. Есть везде добычки, да? На кухне есть добычки у вас? А добычки есть. Я уже вижу. А, да-да-да. Тихо, тихо. Называется отклость. Называется отклость. Давайте обратить внимание, что еще и у вас. Газ. А, газ. Газ, да. Это очень здорово. Я люблю газ. И поверхности. Это что? Это кварц. Кварц, да. Во всех наших проектах мы используем поверхность кухни. Всегда будет кварц. Угу. И кухонное оборудование всегда будет. Правильно с Европой. Европейский. Не турецкий. Не китайский. Европейский. Конечно. Европейский. И сделали еще барную столочку, да? Да. Чтобы кушать morning cereal, да? Завтрак, да. Здесь у нас получается зона столовая. Естественно, мебель не включена в продажу. Это, как обычно, когда мы показываем объекты застройщика. Но здесь это уже показано, что это столовая зона. И гостиная. Достаточно просторная. Очень просторная, да? Можно поставить диван и хорошее расстояние между диваном и телевизором. Очень часто я вижу, вот, сидишь прямо возле телевизора. Посмотрите, какой вид. Бурж-Калиф. Нет, Бурж-Калиф. А, и еще вы говорили, что есть балконы. Здесь балкона нет, но у всех Хондо есть балконы еще. Да, у всех квартирах есть просторные балконы. Там всегда есть место, где положить... Они идут на одну комнату или они общие? Это зависит от проекта и планирования квартир. Есть большие, которые могут выходить через большую комнату и в спальню. И есть только где, только в большую комнату. Ну, здесь я вижу, что... Мы сейчас... Да, здесь я вижу, вот, как раз раздвижная дверь. Это, как бы, выход в балкон. У балкона нет. Это чисто, опять-таки, модель, да. Которую вы не будете... Хотела обратить внимание, что полы всегда у нас мы используем материал Porcelain Tiling. Если вы можете помогли перевести. Мы сами всегда заблуждаемся с моей... Плитка, да. Плитка, но... 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 Да, да. То есть, плитка. Это премиум качество. Мы сами заблуждаемся с переводом Porcelain Tiling на русский язык, но... опыта Велингтон, что как они строят шкафы. Опять, они всегда подумают о... по... людям, которые тут будут жить. Да. Тут у вас есть... Это гардеробная. И наверху у вас есть соль. Туда можно складывать вещи, которыми вы не пользуетесь. Или брать, если не по сезону. А у вас здесь есть не по сезону? Кстати, даже подумали, у нас даже зеркало встроено. И это уже обычно в гардеробной это включено, да? Так, мы смотрим сейчас на спальню. Здесь стены сейчас декорированы, но вы когда сдаете объект, вы сдаете с белыми стенами. То есть здесь сейчас у нас обои декорации, но обычно это белые стены и там уже креатив владельца получается. Вот это скорее всего будет хозяйской спальни мастер-бедрум, да? Опять-таки смотрите какой вид. Ну точно такой же вид, как и с гостиной был. Открывается. Там должен быть балкон, да? Обычно в спальнях тоже он идет там балкон. Хорошо. Ну да, опять по планировке. И проходим в ванную комнату. Эту ванную комнату мы получили награду Arabian Worlds. Это стиль ванной комнаты. Мы получили самый лучший дизайн. Я вообще смотрю, это как можно назвать смарт-дизайн, да? То есть на маленькую квадратуру учли, учли очень много мелочей, где можно что-то спрятать, положить, повесить. Ну покажите нам и лето. А это все открывается. Опять. Подсветка включена. Тоже сцена. Тоже открывается. Опять. даже подумали, где повесить полотенчики. Да, есть уже встроенная в саму мебель, да, держатель для полотенец. Вот так. И он очень красиво обыгран. И есть рейншау и... Просторная, достаточно душевая. Я хочу сказать, кондо совсем не маленький апартамент или... У нас это называется кондо, у вас называется апартамент. Потом я поняла, это... Да. Так, проходим во вторую спальню. И сейчас мы в вторую спальню. Опять концепция ванной комнаты, она очень, наверное, тут нет шкафов. Но тут опять есть для полотенцов. Опять-таки умный дизайн. И очень мягкая. Читеряк. И она душевая. Так и вы получите ваш... В таком виде. Это законченный вид, в котором получают уже с ключами апартаменты. Здесь гардеробная, она поменьше немножко, так как это не хозяйская спальня. Их две. Их две, причем, получается, здесь с полочками, а здесь, наверное, для одежды. И опять, конечно, есть зеркало. А с другой стороны сюрприз. И с другой стороны есть сюрприз. Сюрприз. Может быть, для рабочего. Да, 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 смотрите, здесь рабочее место. Можно компьютер поставить. Уголок. Здесь у нас должен быть вид на Дубай, но у нас вид на ваш шоуру. Ну, что ж, друзья, мы посмотрели эту модель. Очень уютно. Очень стильно. Мне очень понравилось. Да, ну, реально, и все очень грамотно распланировано. Нет ничего лишнего, никакого лишнего угла. Все очень хорошо. Мне кажется, так по-европейски распланировано, да? Да, потому что директор нашего дизайн-сейма, она с Канады. Вот. Это очень такой европейский стиль. В Дубае. Да. И я бы сказала, что он даже на Лондон больше похож на то, стилистика, ну, да. Возможно. Там такая стилистика этого проекта. Например, у нас есть другие проекты, они чуть-чуть, может, подсветки, чуть-чуть другие, но концепция кухни, она всегда будет одинаковая по всем проектам. Но дизайн будет изюминка в другом, в каждом районе будет чуть-чуть другой дизайн. Вы покупаете... Вы покупаете застройщика, а не покупать, да, да. Да, то есть имя застройщика много значит. Уникальная квартира, потому что вы не получите то же самое, например, у нас в другом районе, например. Спасибо вам огромное. Девочки, а что вот это вот у нас за проект такой? Это наш эксклюзивный проект на Пальму Джудмеда, называется Элитин Бич Хаус, как вы видите. Тут у нас виды на открытое море, на Бердж Авараб, как вы знаете, это парусник здания. А, да, 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 да. И с этой стороны у нас речный пляж, который принадлежит нашему зданию. И вид будет на Дубай-Марине и на Пальму. То есть получается с двух сторон он омывается, или там вот где вы стоите тоже будет вода? Или с двух сторон получается? Это все пляж, это ветка, и там тоже. И там тоже. То есть там нет пляжа, но есть виды на воду. А, виды на воду. Тут частный пляж и вид на Дубай-Марине и ветки пальмы. Но это у вас уже законченное строительство здесь? Да, строительство заканчивается во втором квартале 24-го года. Тут даже есть спа, тут есть даже винный и сигарный лаунж, по стремлению здания. Есть детские бассейны, детские площадки. Есть баскетбол-корт, есть теннис-корт. Очень похоже на манялинчик. Да, он супер эксклюзивный наш проект. Ну, здесь уже тоже все было выкуплено до начала строительства. Еще есть что-то? Есть, да, в наличии. Что, обращаетесь? Я тоже хочу отметить, что проект Бутиковый, невысокие этажи, то есть вы видите, да? Заметно. Да, и очень просторные террасы. Одни террасы выходят с видом на пляж, на Пальму. Даже Атлантес. На Дубай-Марина, да, на Дубай-Марина. И вторая часть здания, северная часть, будет на другую сторону. То есть, получается... Прекрасно, прекрасно. Цены, Вета, какие-то... Да, вот цены, цены, спасибо, Женя. Однокомнатные начинаются с около 6 миллионов бельган. Это где-то 300 миллион 400 долларов за одну спальню. Да. Двукомнатные начинаются с 6 миллионов и 800. Ну, чуть больше, получается. Чуть больше, не намного. То есть, выгоднее брать двухкомнатных и трехкомнатных? Нет, просто однокомнатные, которые сейчас остались в наличии, они на ground floor с огромной террасой. Если, например, были бы... Наличие осталось в одной комнате, где два двухкомната остались, тогда они были бы чуть-чуть... Они были поддерживаться их уже. Их уже нет. Илета, еще скажите, какой план рассрочки по этому проекту? Это 50 на 50. 50 процентов строительства и 50 при... При сдаче уже. То есть, на основе 50 процентов можно ипотеку будет оформить? При сдаче, да. Это ипотека тут оформляется на 80 процентов. На 80 процентов от стоимости. Но у нас остаток 50. Да, от этих 50 вы можете получить 80 процентов. То есть, если у вас нет достаточно средств, чтобы оплатить 50 процентов в рассрочку, вы можете взять ипотеку. Интересно, какие у вас процентная ставка по ипотеке? Ну, для резидентов порядка 4 процентов, для нерезидентов это будет больше. Это очень... Индивидуально это нужно обращаться к профессионалам по ипотеке. Да. Так же, как и в Америке. Да, все то же самое. Хорошо. Ильета, сейчас в Дубае столько предложений, глаза просто разбегаются, масса застройщиков. Постоянно выходят какие-то проекты новые. Сложно выбрать инвесторам, покупателям. Почему все-таки Эллинтон? Ответьте нам, пожалуйста. Потому что Эллинтон, он бутиковый застройщик. У нас есть... Это как клубный дом. У нас всегда мы думаем о комфорте наших клиентов. У нас наша мотова, она... Сейчас перейду. Так... У нас нет небоскребов, да? Нет, у нас нет. Это... Она жила уже 20 лет в Англии, полтора года в Дубае. И сама из Прибалтики. Откуда вы, Ивета? С Латвии. Поэтому, если забываются какие-то слова, Ивета, пожалуйста, не стесняйтесь. 21 с половиной год жизни за границей. Ну, это, конечно, уже... Я не знаю, вы так чисто и хорошо говорите по-русски. Я даже удивлена этому, честно говоря, больше, чем... Ваши дома получаются такого более европейского формата, да? То есть небоскребов нет, а низкие этажи всегда... Да, это будет Медрайз, Медрайз, да. Самый высокий этаж, ну, этажность, как бы... Это самое сейчас... Сейчас 16, но у нас намечается... ...намечается пара проектов, которые в годнику около 30 этажей. Но в основном... В основном ваш такой трейдмарк, да, ваша фишечка такая-то... Это клубные. Дома, например, 4-5 этажа, и самая высокая, это 15-6 этажа. Всегда такой уютный двор, да, бассейн... Всегда мы думаем, вот, есть клубный дом, есть бассейны, детские бассейны, фонтаны, очень хороший спортзал, и большие балконы, да, всегда... Как называется вот этот проект, который вот здесь представлен? Волтон-Терресис это в Шоба-Хатленд. И даже есть такие, например, где можно барбекю делать, например, если вот у клиента есть это мероприятие, он может это снять бесплатно, вот, например, для своего мероприятия. Это действительно формат клубного дома. Да, вот наша мото, как застройка, это, сейчас скажу по-английски, это hotel style living in residential building. Это отельный стиль... Жизни в жилом доме, окей, все вместе перевели. А скажите, пожалуйста, вот именно вот в этих объектах сейчас, ну, в этих проектах есть объекты на продажу или это уже закончено? Нет. Ну, оно строится еще, но уже все выкуплено, да? В Веллингтоне, единственное, наши проекты раскупаются очень быстро. Очень быстро, и, как вы там сказали, на уровне каких-то закрытых продаж, да? При лаунч, ага. Мы открываем при лаунч, и в стартах продажа мы уже можем брать expression of interest, вот, и когда уже будет наличие, тогда клиент может выбрать... Так, ребята, у меня, видите, есть свои люди, очень хорошие, которые могут помочь купить при лаунч. Да. Всегда нужно иметь своего человека у застройщика. Хорошо. Спасибо большое, Ивета, спасибо большое, Катя, и спасибо большое, Женя. Девочки, очень было интересно вообще, ну, послушать. Для меня это было какое-то новое путешествие в мир недвижимости, честно скажу, потому что у нас, ну, как-то все по-другому, и другая страна здесь, и другие законы, другие правила, другие бонусы, бенефиты, и другие дизайны. Спасибо большое, девочки, друзья, и до встречи. Ну что ж, друзья, это было очень интересно. Надеюсь, вам тоже все понравилось. До новых встреч. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы вы не пропускали новые выпуски, новые обзоры. Ну и нам тоже будет очень приятно вас видеть. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok